Мало кто из жителей микрорайона Преохский помнит, но здесь вместо рынка был сквер, а в здании, который сейчас ремонтируют, находился клуб завода тяжелого кузнечно-прессового оборудования. Каким было здание, можно увидеть на фотографиях тех лет. Открыли клуб в 1953 году, снимок сделан в 1958. Таким его помнит Геннадий Антонович. Сейчас ему 79, в клуб завода ТПКО ходил на танцы. Ходил я с девушкой, она была с конечного, клуб хороший был, на танцы ходили. Вообще культурно все это было, не так, как сейчас. Краевед Игорь Канаев называет микрорайон Преохский музеем-заповедником советского периода. От СССР остались не только названия улиц, здания хранят память о том времени. Хотя здание клуба ТПКО после реконструкции будет совсем не узнать. Начали счищать капители с колонн, то есть убирают вверх. Нет надстройки классической, как показано на картинке, на фотографиях, на старых. То есть он преображается, но, к сожалению, не в лучшую сторону. У колонн, которых было 12, утрачены вверх, то есть капители. То есть весь карниз стесан, произведена надстройка вместо восстановления деталей каких-то интереснейших архитектурных. То есть здание, из зданий советского ампира, он превращается в обычный очередной магазин, которых в Рязани и так уже сверх нормы. Рабочие, делающие ремонт, от интервью отказались. Сказали лишь, что Лепнина и Балюстрада устарели и находятся в таком состоянии, что могут упасть на голову прохожих. Архитектурные элементы снесут, восстанавливать их не планируется. Сейчас идет речь о сохранении зданий. Например, впервые за долгое время проведен капитальный ремонт кровли. Такая же судьба, судя по всему, ждет и ограждение у стадиона «Спартак». Его хотели реконструировать, а аукцион провели в сентябре. Стоимость контракта оценивалась примерно в 11 миллионов рублей. По проекту старое планировалось демонтировать. Новый забор установить из керамического кирпича с металлическими элементами. Тогда сообщалось, что подрядчика не нашли, но во время съемок мы заметили рабочих, которые начали сносить ограждение. Стремительно теряет все классические элементы своего оформления. И капители, и вазончики в стиле ампир. То есть вся ампирная советская архитектура постепенно уходит. Здесь как раз те самые вазончики видны. И оформление забора, который ныне позор центра города, тоже были сделаны в виде колонн. То есть очень красивый ампирный советский забор окружал стадион «Спартак». Все было очень гармонично здесь, в старом городе. Потому что классика и старый город – это два понятия в нашем городе нерасторжимые.